Ребят, всем привет! За прошедшую неделю вышло много различных новостей, новинок, вышли новые объективы, камеры, обновление программного обеспечения у тронов DJI, так что располагайтесь поудобнее, заваривайте себе чашечку вкусного чая и мы можем начинать. Сейчас все о всем расскажу. Seagate представила новый жесткий диск объемом 30 терабайт. 30 терабайт это довольно огромное хранилище для того, чтобы хранить ваши данные. Не знаю, что нужно делать, чтобы вам необходимо было настолько огромный объем хранилища. Но в целом, как использовать для архива всей вашей жизни, наверное, удобно. Если вы занимаетесь фото-видео, у вас хранится много различного материала, вы хотите его где-то хранить, чтобы не удалять, загружать на облако, это все платно. Один раз взял такое хранилище, лучше два, чтобы у вас была подстраховка для бэкапа, скажем так. На данный момент это прям рекорд в хранилищах, потому что ранее там Western Digital делали жесткий диск объем 22-24. Тоже потом планируют сделать 50 терабайт, но по факту они сделали только 20. Много компаний сейчас борется за то, чтобы сделать самый большой объем хранилища, но по факту пока не у многих это удается. Два года назад там были новости о том, что представили 30 терабайт на хранилище, но по факту, когда его разобрали, там внутри были просто различные флешки, жесткие диски, которые через программное обеспечение показывали вам один большой объем. Сейчас же вроде как три пластины по 3 терабайта, в сумме дают 30 терабайт, и прикольно, что технологии развиваются, компании конкурируют друг с другом, это приводит к тому, что кто-то ищет новые альтернативные методы, какие-то новые технологии, при этом делая дешевле, чем у конкурентов, чтобы, да, это можно было как-то конкурировать. Поэтому кайфово, радуемся. На данный момент нет вообще никакой информации о стоимости данного жесткого диска и хранилища, не знаю, как он там будет выглядеть, но люди в интернете посчитали, что примерная стоимость, отталкиваясь от одного терабайта, есть групп 15 долларов за один терабайт, 30 терабайт, соответственно, 450 долларов, соответственно, где-то в районе 500 долларов будет стоить данный девайс, и в целом для такого объема данных вполне неплохо. Sony представила новый портативный передатчик данных, для того, чтобы вы могли во время съемки копировать ваши данные с камеры на облако, либо же другие жесткие диски, для того, чтобы просто облегчить весь этот процесс. Так как сейчас для того, чтобы вам необходимо перекинуть какие-то файлы с вашей камеры куда-либо, если у вас там нет жесткого диска, нет компьютера, каких-то мест, куда можно вставить флешку, то когда ты подключаешься с своего телефона к камере Sony, ты можешь тянуть в основном только фотографии. Видео, которое я сейчас записываю, я не смогу его передать, потому что там есть ограничения по кодекам, по размеру, по разрешению, поэтому тот девайс, который представили Sony для того, чтобы можно было копировать файлы, ну, наверное, прикольно. Сам девайс поддерживает 5G-сети, две симки, то есть можно включать одну E-сим, вторую физическую, и прям во время записи ваш файл сохранился, копировать его на облако. Там поддерживают большие скоростя, и в целом, наверное, окей. Но если мы вернемся в реале, например, вот я сейчас нахожусь в Турции, и здесь нет безлимитного интернета, и стоимость каждого гигабайта будет стоить нормальные деньги, в России еще безлимитный интернет есть, на каких-то тарифах, которые там раньше когда-то вы покупали, но в большинстве случаев, мне кажется, очень дорого будет загружать материал вот так вот просто в облако. То, что у тебя есть возможность там быстро куда-либо скопировать на какую-то флешку, прикольно. Там есть на этом устройстве 256 гигабайт внутренней памяти, и до терабайта можно подключить флешку, можно весь материал во время записи копировать. Ну, насколько вообще будет полезен этот девайс, прям спорно. Нужно будет смотреть тесты, обзоры, и понимать, насколько нужна вещь. При этом еще он стоит будет около 100 тысяч рублей. Ну, короче, такая непонятная игрушка для непонятно кого. DJI выпустили новую прошивку для дронов DJI Mini. И эта прошивка заключается в том, что у вас в дроне есть такая функция, как Remove ID, функция отслеживания вашего трек-номера на вашем дроне. Когда вы летаете в каких-либо местах, частях, можно было удаленно наблюдать за дроном, кто пилот, что за дрон, его характеристики. И теперь DJI, ввиду некоторых законопроектов в Штатах, ввели новое обновление. И это обновление позволяет на дронах Mini отслеживать не просто дрон и пилот, да, там, связь, а еще какая батарея вставлена в дрон. Думаю, многие знают, что дроны серии Mini имеют вес 249 грамм. Зачастую все законопроекты, которые есть в странах, они подразумевают то, что если ваш дрон весит свыше 250 грамм, вам необходимо его регистрировать, регистрировать свой полет. Как бы здесь на 1 грамм меньше, он проходит по законам, и можно летать спокойно. У Mini, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, есть расширенные батареи, которые позволяют дрону летать немножко больше. Обратно на 10 минут вы летаете больше. Но при этом батарея весит немножко больше. Он становится весить свыше 250 грамм. И теперь, когда вы летаете на расширенных батареях, дрон можно отследить, проверить. И если там будет увеличенный объем батареи, соответственно, получается, вы уже являетесь нарушителем закона. И вам необходимо либо регистрировать дрон, регистрировать свой полет, либо летать на обычных батареях. Red выпустила две новые камеры с 8К сенсором и Global Shutter. Когда я начинал свой путь в видеосъемки, аэросъемки, я не знаю, наверное, как ребенок хотел иметь камеру Red. Когда вы там в детстве хотите играть в приставку, вы хотите купить новую приставку, вы хотите там, не знаю, иметь более мощный компьютер, чтобы играть в игры. Какая-то такая вещь, которую вам очень сильно хотелось, но в целом она не прям, чтобы разумно стоить своих денег. И по тем нуждам, которые вам нужны. Вы хотите купить первую себе машину, к примеру, и покупаете, не знаю, там Cadillac или там, не знаю, Rolls-Royce. Просто потому, что вы хотите самое лучшее, но при этом у вас еще нет никакого опыта. Также у меня было с камерами Red. То есть я знал, что это камеры Red, какие-то такие крутые камеры киношные, которые снимают вообще все и везде, и в кино используются, и очень классная картинка в них. Но на тот момент я вообще не понимал, зачем она мне нужна, и просто вот такой был формат, что хочу, хочу. И на тот момент, когда я начинал видеосъемку, и только узнал о камерах Red, наверное, комплект камеры с обвесом можно было взять 1500-700. В целом, если взять кредит, то, наверное, на тот момент можно было бы приобрести этот комплект. Но я вообще не понимал, зачем он мне нужен, и что вообще с этим делать. Сейчас я прекрасно понимаю, что для всех моих задач вполне хватает камеры Sony Alpha 7S III, на которой я сейчас снимаю этот выпуск. У меня их две. И в целом, ну, этой камеры хватает за головой для тех задач, которые есть у меня на повседневных моих там проектах. И вот сейчас Red обновили свою там линейку камер, выпустили камеры с возможностью записи в 8К и Global Shutter. Global Shutter такая вообще функция, за которой сейчас очень многие кинопроизводители бегут, стремятся ее создать, внедрить в свои камеры, чтобы каждый пиксель у вас отрисовывался правильно, без каких-либо искажений. Когда у вас нету Global Shutter, вы ведете камеры влево-право, у вас пиксели начинают так немножко ползти, потому что камера захватывает не весь спектр по матрице. А с Global Shutter все остается ровно в любой момент без каких-либо искажений. И это круто, здорово, кайфово, что это внедряется и качество картинки становится лучше. Из плюсов у этих камер, это 17 стопов динамического диапазона, и появилась какая-то новая функция по расширению этого динамического диапазона для работы с какими-то бликами. И теперь камера имеет возможность с этим расширенным диапазоном иметь 20 стопов. Не знаю, это прям очень много для сравнения любых камер. То есть, когда вы можете снимать там против солнца, в любую сторону, и у вас камера будет вытягивать и светлые тона, и темные тона. То есть, вот приближено к тому, как видит ваш глаз. И это кайфово. Я прям кайфую от тех возможностей, которые дает камера. RED выпустила две камеры. Одна чуть-чуть поменьше, другая чуть побольше, с топовом возможностями, функциями. И для справки, камера первая стоит 23 тысячи долларов. 25 где-то в этом диапазоне. И вторая, которая побольше, 45 тысяч долларов. То есть, мы понимаем, что это примерно стоимость квартиры в Краснодаре можно найти. Но из плюсов, вроде как при выходе новых камер, старые камеры должны либо подешеветь, либо же будут какие-то скидки на апгрейд на новые камеры, либо на получение от этих вот новых сенсоров. Как говорят сами разработчики RED, что в теории, вроде как, так как форм-фактор камер остался прежний, то есть он не изменился, остался такой же маленький корпус, то в теории за 12,5 тысяч долларов ты можешь обновить сенсор в своей камере на новый. То есть сделать такой апгрейд. Но тоже цена довольно-таки большая, 12,5 тысяч долларов. Как это будет работать, с какими камерами, посмотрим и понаблюдаем. Потому что реально камеры RED, это прям крутые камеры на рынке, которые там заревнуются с Alexa. Интересно за ними наблюдать, что каждый раз какое-то обновление происходит у них не так часто в линейках камер, потому что нужно не просто как Sony клепать каждый год новые камеры, а если ты делаешь что-то новое, ты должен делать что-то прям на порядок лучше. И RED с этим справляются. Prograde Digital выпустили новые флешки для камер Sony Express Type-A. И чем они интересны? Тем, что есть возможность записи видео с битрейтом до 800 мегабит в секунду. Это довольно-таки большие скоростя для новых камер. В основном это, конечно, предназначено на такие камеры, как Sony Alpha 1, либо Sony Alpha 7S III для либо скоростной съемки фото, либо же для записи видео в большом битрейте. И не перестану говорить, что кайфово, что производители соревнуются друг с другом, пытаются привнести что-то новое, привнести какие-то изменения в сфере видео, так как рынок растущий. Много компаний борются за какие-то новые возможности, за получение каких-то интересных решений в своих продуктов и вводят это все на рынок для того, чтобы их товар покупали. И в связи с этим происходит такая здоровая конкуренция. Кто-то здесь снизил цену, где-то что-то здесь придумал, здесь снизил цену. И для нас, как для конечных пользователей, покупателей, потребителей, это является только большим плюсом, потому что у нас есть выбор, в каких-то флешке нам покупать, каких производителей выбирать. И также, соответственно, будет разная цена. Понятное дело, что у Sony это прям очень дорогие флешки, которые могут обходиться в 30-50 тысяч рублей. То есть прям большая сумма для флешки. При этом есть другие альтернативы, которые будут быстрые, качественные и за, скажем так, более низкую цену. OM System представила новый телеобъектив 150-600 миллиметров. Да, там диафрагма 5 до 6,5, то есть она переменная, но новый объектив для байонета Micro 4,3 вполне вроде неплохой. Что могу сказать от себя, сейчас у меня есть небольшой парк объективов, это 12-24, 24-70, полтинник, на который я сейчас снимаю, еще очень хочется 70-200 и вот какой-то такой ультра-телеобъектив для того, чтобы снимать какие-то прям детали каких-нибудь животных, людей на больших дистанциях, которые там ездят на мотоциклах, то есть что-то такое, какой-нибудь может быть спорт на большом расстоянии, когда ты не можешь подойти близко к человеку. Когда я был в Дубае, покупал вот этот вот объектив, полтинник, я тестировал 200-600 от Sony и блин, насколько интересные кадры можно снимать, когда у тебя нету вот этой постановочности, встань сюда, посмотри сюда, а ты просто ловишь какие-то фрагменты в повседневной жизни людей, когда они чем-то заняты, что-то делают, ну, вполне неплохие результаты получаются, просто интересно понаблюдать, поснимать мир вот на таком большом расстоянии. Если ты еще там возьмешь какой-нибудь телеконвертер, можно поснимать луну, что в целом тоже такое довольно интересное занятие, поделать какие-нибудь фотографии, либо же видео поснимать, как движется. Если у вас есть опыт использования данных объективов, прямо такие, свыше 200 и до 600, напишите в комментариях вообще, что вы на них снимаете. 13 лет назад произошла одна из самых страшных ядерных катастроф, это затопление на атомной электростанции Фокусима, и спустя уже довольно-таки длительное время эту электростанцию, атомную электростанцию, пытаются разобрать, расчистить от всех тех зараженных элементов, которые сейчас там есть, и с помощью дронов, хотят в этом году впервые попасть в энергоблок номер один, с помощью маленьких дронов, которые уже были протестированы, для того, чтобы посмотреть, что находится внутри, чтобы как-то понимать и прогнозировать те дальнейшие действия, которые помогут людям обеспечить более безопасный разбор всех этих последствий. Фокусима Дайте это программа, в рамках которой произойдет процесс вывода из эксплуатации, многолетний процесс. Ну и из интересного то, что люди с помощью дронов находят им какие-то новые решения, в выпуске, которые мы записываем, мы в каждом выпуске рассказываем о том, как дроны помогают людям в их повседневной жизни, либо же в каких-то узких специализированных задачах. И вроде как это первый случай, когда с помощью роботов и дронов можно будет попасть внутрь. Так что будем следить за развитием вообще этой сферы в нашей повседневной жизни. Потому что я все так же буду говорить, что хочу когда-нибудь увидеть, когда у нас над небом будут летать дроны, выполнять какие-то повседневные задачи, а не просто делать контент, который мы с вами привыкли делать. Камера Sony ZV-E10 поступит в продажу вроде как в этом году до начала лета. То есть ожидаем их примерно в середине весны. Может конец весны. ZV-E10 такая блогерская камера, которая имеет очень маленький форм-фактор. Удобно для того, чтобы снимать своих поездках, путешествиях, когда вам не нужно брать саму тяжелую тушку, тяжелые объективы. Ты можешь взять маленькую камеру, поставить на нее маленький какой-нибудь объектив широкий, записывать свои поездки, какие-то влоги во время путешествий. Раньше мы там пытались брать какие-то большие камеры. Сейчас производители стараются делать такие более интересные камеры, но в маленьком корпусе. это возможность записи в 4К, это возможность записи в логах, серых профилях для того, чтобы дальше можно было с ними работать. Внедрение различных искусственного интеллекта для того, чтобы автофокус в вашей камере работал лучше. С каждым годом настолько огромный парк камер. Одно для фото, одно для видео, одна для какой-то там синема сегмент и какой-нибудь блог блогерская. И все, не знаю, мне кажется, пять камер было бы более чем достаточно, но они каждый год выпускают по несколько камер. При этом одна камера похожа на другую, похожа на третью. Да, там везде есть какие-то нюансы, что где-то есть такая функция, здесь ее нет, здесь есть эта функция, здесь ее нет. Но они вообще не понимают, для чего настолько усложнять жизнь обычным пользователям, которые там не следят за новинками. К примеру, кто-то захотел перейти на камеру Sony, он заходит на сайт, у него там вообще огромный список камер Sony по разному бюджету плюс-минус где-то там похоже, но тем не менее можно было сделать весь этот процесс более комфортным для покупателей. Хочешь купить GoPro, ты видишь, здесь там GoPro 11, GoPro 12, GoPro 10. Нормальная градация камер. Или там хочешь купить iPhone, здесь там 10, 11, 12, ну и так далее. Есть нормальная, понятная градация камер. Или там что-то они сделали эту Cinema версию FX30, сейчас FX50 планируется вроде тоже в этом году выйти. Тоже вроде как понимаешь, что от маленькой к большей. Но когда они начинают делать с Alpha, с Alpha 6700, 6600, 6400, не по теме, но бесит тем, что делают кучу камер и не понимаю. Идем дальше. Если вы хотели себе дрон DJ Inspire, но у вас нету бюджета 3000 долларов, лископ она может стоит P5-7, не помню, неважно, то есть вполне неплохой аналог квадрокоптер с названием GD11, который стоит 60 долларов. Большей степени это, конечно, игрушка для детей, которая летает на 50-100 метров, то есть недалеко от вас высоко поднимается, но он выполнен в стиле дрон DJ Inspire, привычный нам форм, а здесь же решили немножко поэкспериментировать и выпустить новый форм-фактор для детей. Выглядит неплохо, интересно. Новая FPV-камера Runcam 6-го поколения доступна для предзаказа и использования на ваших FPV-дронах. Сейчас рынок FPV-дронов довольно-таки развивается неплохо. Много пилотов, много различных производителей, много различных решений для кастомизации, но все пилоты, практически все, не знаю, в большую часть используют камеры GoPro для своих полетов. GoPro и делает свои камеры с расчетом на FPV-пилотов, потому что камеры крепкие, прочные, бьются, ударяются и при этом все равно продолжают работать. Для каких-то дронов камеры GoPro довольно-таки тяжелые. Компания Runcam представила свою камеру, которая весит 45 грамм, то есть довольно легкая, маленькая, и можно также вешать на ваши какие-нибудь небольшие FPV-дроны и летать. В целом, наверное, неплохое решение, так как при маленьком размере, при ее маленьком весе камера пишет 4K в 30 кадров, имеет свой сенсорный экран, то есть можно переключаться, режимы настраивать прямо на ней. Есть возможность использовать ND-фильтры, и стоимость камеры будет 125 долларов. Canon представили новые краски, которые прослужат 200 лет. Я вообще не знаю, как можно протестировать и понять, насколько у тебя хорошо будут принтеры печатать, и как долго будет держаться цвет на них, но гарантирует 200 лет при вот этих новых технологиях. Все снимки, какие-то баннеры, плакаты, которые фотографируются, делаются, создаются, они создаются на какое-то время. Ваши фотографии, которые вы там сделали, вы их обычно используете где-нибудь в альбомах, сложили, убрали. Не скажу, что 200 лет это прям какая-то важная такая функция для сохранности ваших снимков. Если вы знаете какие-то способы использования данных технологий, чтобы ваши снимки долго не выгорали, то напишите в комментариях, в каких случаях это можно использовать. Кроме как фотографов, которые делают какие-то свои снимки, возможно, кто-то будет делать это как фичу, как новую функцию, за которую можно будет переплатить, чтобы ваши снимки не выгорали длительное время. Но, по большому счету, как мне кажется, функция прикольная, но использовать ее прям везде, всегда и постоянно пока не знаю, где и зачем. Так что, если у вас есть какие-нибудь предложения, где можно это использовать, напишите в комментариях. В ближайшее время на рынке появится Nikon Z6 Mark III. Я думаю, многие ребята, которые пользуются камерами Nikon, знают, что Nikon Z6 Mark II была таким топовым сегментом, которая часто была востребована. Со временем Sony, Canon выпустили новые камеры, которые по многим параметрам эту камеру превосходят. Nikon Z6 Mark II. И вот сейчас на февральской выставке, которая произойдет в Японии CP+, скорее всего, будет представлена новинка. Я вообще никогда не пользовался камерами Nikon. У меня есть один друг фотограф, у него весь парк техники, несколько камер плюс объективы Nikon. Он пользуется, фотографирует, снимает видео, он в целом доволен. Но в моем окружении больше нет людей, которые пользуются камерами Nikon. Либо Fuji, либо Sony. В Турции Fuji понятно, потому что Sony дороже здесь, а Fuji не облагается каким-то налогом и на них, как сказать, есть скидки. Поэтому конкретно в Турции камеры Fuji очень популярны. Ну а камера Sony в целом не знаю, почему так сложилось, что в моем окружении много людей, кто снимает, фотографирует именно на камеры Sony. Nikon как-то обошло меня стороной. Mikki Fly представили свой новый самолет центра для грузовых перевозок по воздуху. Соответственно, это такой новый дрон. В целом углубляться в эту новость мы не будем, просто поговорим про то, что каждый выпуск у нас выходит какие-то новости связанные с тем, что логистика с помощью дронов расширяется. Кто-то доставляет кровь из одной больницы в другую из со складов препарат доставляется. Различные компании, там Zipline появляются компании, которые предоставляют какие-то свои новые возможности, создают новые беспилотные летательные аппараты для грузовых доставок. И в чем плюс всего этого? То, что ты имеешь возможность заказать какую-то доставку и тебе будет привезено в этот же день. Если бы вы знали, как работает доставка в Турции, вы бы меня бы поняли, скажу так. Потому что когда ты закажешь доставку в России, там заказал либо в пункт выдачи, либо доставку курьером. И когда курьер к тебе едет, он тебе звонит и предупреждает, что чувак, я буду там. Через столько-то, столько-то. Ты дома и ты же с ним можешь как-то договориться, если тебя вдруг нет дома, либо же на каких-то других локациях пересечься с ним и забрать свой заказ. Доставка в Турции работает таким образом, что вообще без разницы. Даже не скажу, что на конкретно доставку любой сервис в Турции они просто по факту приезжают в любой день, в любое время, когда ты их ждешь, не ждешь, без разницы. Стучаться в дверь, если ты дома, тебе повезло, они придут и сделают то, же, чем они приехали. Если тебя дома нет, не знаю, вышел в магазин, они просто сели, уехали, и все, они никак тебя уведомлять о том, что они приехали не будут. С любой доставкой они кидают на балкон, стучат в дверь, кромкнут под дверь и уходят. Все, это вся их доставка. И, имея возможность доставки с помощью дронов, тебе не нужно ждать вот это вот время. Ты в приложении можешь отслеживать, через сколько минут прилетит твой дрон с твоим заказом. Кайфово, что эта вся система, структура, инфраструктура развивается, создаются новые центры по управлению этим всем, по этой всей автоматизации. И я все жду, не дождусь, когда увижу вживую и смогу пользоваться этими благами современного мира. Идем дальше. Сингапурская компания Valarius представила новую функцию своих привязных дронов, подразумевая то, что дрон будет привязан к земле через провод, чтобы обеспечивать ему беспрерывное нахождение в воздухе на неограниченное количество времени. Данная функция будет использоваться в правоохранительных органах для того, чтобы вы могли на какой-то локации поднимать несколько дронов одновременно в воздух. Произошло какое-то событие, куда приезжает группа быстрого реагирования, полицейские, ОМОНовцы, я не знаю, как там у них в Сингапуре это называется. И с помощью этих дронов они развертывают сеть, могут наблюдать за всем происходящим по периметру на земле. Разные дроны в разных точках, в любой момент может подключиться, посмотреть, где что находится. и для мониторинга в целом, функция неплохая. Ну и, наверное, никаких, но здесь нет. Здорово, круто, молодцы, что продолжают развивать, как я говорю, различные широко направленные функции для большинства людей, так и узконаправленные для узких специализированных ниш. Компания Logitech переходит к массовому производству своих документ-камер. Я вообще впервые услышал о таком термине, как документ-камера, и это такая некая веб-камера, которую мы раньше там крепили на свои ноутбуки, на компьютеры, на мониторе, для того, чтобы можно было делать видео со звона. Сейчас у нас уже понятно, везде есть встроенные камеры. Ну вот Logitech пытается придумать новое и создал вот такую камеру, которая стоит и на подставке, и имеет возможность поворачивать в разную сторону и также опускать камеру вниз. То есть это такая основная, наверное, функция для того, чтобы показывать то, что находится у вас на столе. Например, вы делаете какие-то задания с репетиторами для детей, да? Наверное, в основном это будет, конечно, полезно для каких-то детских упражнений и заданий, как по мне, чтобы учитель мог в реальном времени видеть, что пишет ребенок, как он там заполняет, как он рисует, к примеру, что-либо выполняет какие-то задания. Играете в шахматы и видно доску, видно, как вы ходите. В любой момент можете развернуть на себя, делать ее обычной веб-камерой. Как будто бы в 2024 году делать огромную всю структуру для того, чтобы показывать, что это находится на столе. Не знаю, возможно, есть какой-то определенный круг лиц и людей, которым эта камера будет полезна, потому что за прошлый год, когда Logitech презентовали эту функцию, эту камеру, 2100 спонсоров вложили свои деньги в эту компанию и за 5 минут преодолело отметку 700% от своей поставленной суммы. Сейчас они перешли к производству и, наверное, раз люди так активно инвестировали в эту разработку свои деньги, наверное, кому-то это важно и будет полезно. Но я пока не знаю, кто бы так бы массово пользовался этой функцией как веб-камерами. Ну и на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Этот выпуск, как по мне, показался весьма интересный. Были интересные новинки и программ обеспечения, которые теперь будут у DJI для того, чтобы передавать информацию про охранительным органам о том, на каком дроне вы летаете, сколько он весит. По мне, кажется, это такое небольшое стукачество, но в целях безопасности, конечно, надо развивать эту сферу. Также по традиции хочу рассказать про нашу онлайн-школу. Это школа пилотов-дронов. Там мы рассказываем о том, что такое дрон, как он управляется, какие элементы управления есть, как делать красивые кадры, как выстраивать композицию, как монтировать. То есть, все от первого открытия коробки и активации дрона до создания полноценных снимков и ваших видео с дроном. Далее у нас есть курсы по созданию вертикальных видео. Это Reels, TikTok, Shorts, ВК-видео. Без разницы, где вы это будете использовать, в каких сегментах. Просто это формат про вертикальные видео. Как их красиво создавать, как красить, как обрабатывать, как работать с цветом и звуком. Все это будет в нашем мини-курсе. Он также будет доступен по ссылочке в описании к этому видео. И для тех, ребят, кто хочет просто попробовать начать делать хоть что-нибудь, у нас есть курс по обработке мобильной фотографии. То есть, в мобильном приложении мы можем обрабатывать снимки, снятые с дрона, с камеры, с телефона, без разницы. Научу, как пользоваться различными кнопочками, крутилочками, какая кнопка за что отвечает, почему я этим пользуюсь. То есть, в целом, полезные уроки. Все ссылки будут доступны под этим видео в описании. Так что, если кто хочет ознакомиться со сферой видео или познакомиться больше со мной лично, с моим наставничеством, с моим видением этого мира, то приходите. Буду рад вас всех видеть. Пока-пока.